Введение чрезвычайной ситуации в Киеве и побег зараженных из больницы на Волыне. Что происходит? На момент 20 марта известно, что лабораторно подтвержденных случаев инфицирования 26, однако большое количество людей находится на стадии проверки. Так, в Волынской области пятеро мужчин, помещенных на обсервацию в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию, пытались убежать из больницы. Как рассказал глава Любешовской РГА Сергей Фесик, все они жители Закарпатской области. Взвращались с заработков из России. У одного из них во время пересечения границы была температура около 38 градусов. Пограничники вызвали экстренную службу, те приехали и забрали мужчину в больницу. Глава РГА добавил, что зарабечения категорически отказались от госпитализации. Убедить их удалось только работникам полиции, они объяснили последствия и ответственность, которую влечет за собой отказ в подобном случае. Состояние их здоровья удовлетворительное, температура ни у кого из них нет, анализы проверяют. Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы они не сбежали, потому что очень рвутся это сделать. Заблокировали их машину и на всякий случай полицейские сидят у инфекционного деления. Ждем результатов, объяснил Фесиков. Тем временем в Киеве было принято решение о введении чрезвычайной ситуации. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью с журналистами. По его словам, решение о режиме ЧС было принято на днях, и сейчас документы проходят юридические процедуры. Мы уже позавчера приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы сейчас проходят юридические процедуры. На самом деле решение о чрезвычайной ситуации введено Государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайные ситуации на территории города Киева, подчеркнул Поворозник. Он уточнил, что все мероприятия, предусмотренные режимом чрезвычайной ситуации в Киеве, уже внедряются. Поворозник также не исключает, что ограничительные мероприятия в Киеве, которые действуют до 3 апреля, могут быть продлены. В случае с коронавирусом действуют следующие ограничения. Закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры, закрываются театры, кино и музеи. Запрещены массовые мероприятия, может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами. Учебные заведения и детские сады идут на карантин, медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности. Запрет на въезд людям из эпицентров распространения COVID-19. Ранее правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киевской области из-за пандемии коронавируса. До этого введение режима ЧС одобрили в Киевской областной государственной администрации. Готов рискнуть миллионами жизней, Порошенко пошел на отчаянный шаг. Прибыль от коронавируса. В сети появилась неожиданная правда о Порошенко. Об этом сообщает один из телеграм-каналов. Подаем текст в оригинале. Как и почему окружению Порошенко так важно запустить столичное метро. Разобрались и оказалось вообще все просто. А дело в том, что здесь банальные бизнес-интересы окружения экс-президента, лично депутата Киевсовета Владимира Прокопьева, который частично владеет рекламными площадями киевского метрополитена. Нет пассажиров, нет и денег с этой темы. Другие наши коллеги уже разбирались в этой ситуации, мы расскажем о ней шире. Коронавирус, который уже начали выявлять у жителей столицы, фигурантов этой истории не интересует. Как и не интересуют этих товарищей последствия запуска метро в свете эпидемии. Завязана эта история на компаниях ООО «Космос Медиагрупп» и ООО «Центр Медиагрупп», к деятельности которых причастны помимо Прокопьева, еще и экс-заместитель главы фракции БПП Анатолий Матвиенко, экс-нардеп Сергей Березенко и даже его отец Иван, депутат Киевсовета от партии Порошенко Богдан Бобровский, экс-замминистра информационной политики, а ныне секретарь Минкульта Артем Битенко и другие интересные личности. Собственно, Прокопьев, экс-нардеп от партии Порошенко, он же и баллотировался в Раду девятого созыва по мажоритарке, но стал вторым и не прошел. Сейчас Прокопьев, секретарь Киевсовета. Вчера он сказал, что метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города. Якобы киевские власти готовят какой-то план запуска метро, но настоящие цели мы написали выше. При этом Кличко в этой истории ведет себя очень послушно и выступает на стороне президента и правительства. Вчера он дал понять, что о запуске метро речь пока не идет. Неужели эти доходы так важны Порошенко, что они готовы рисковать жизнями киевлян? В Лондоне вот закрыли 40 станций метро, а у нас лоббируют его открытие. Да, деньги там не огромные, если сравнивать с прибылью от компании Рошен и других тем Порошенко, но мы же все с вами знаем о жадности Петра Алексеевича и его граничащим с безумием отношением потери денег. Все тиреяные речи Гончаренко и других из орбиты экс-президента имеют цель любыми путями не допустить потерю прибыли с рекламного бизнеса в метрополитене. Вот и все. Также стоит напомнить, что депутатом Киевсовета и его секретарем Прокопьев стал по протекции Сергея Березенко, который в 2014 году руководил киевским штабом кандидата в президенты Петра Порошенко. Впоследствии Березенко успел руководить государственным управлением делами, а затем стал народным депутатом от блока Петра Порошенко и заместителем главы фракции. На возможную связь заявление Прокопьева с бизнесом Березенко в киевской метрополитене вчера указал один из телеграм-каналов. Выяснилось, что ситуация на самом деле гораздо банальнее и проще. Консессионеры, контролирующие метро, сидящие на потоках, теряют кэш от рекламы по причине полной остановки метрополитена. Монополия на рекламу в метро принадлежит троим – Березенко, Матвиенко и Прокопьеву, компании «Центр медиагруппы» и «Космос медиагрупп». И абсолютно п**тер, что, согласно мнению озвученному идеологами Минздрава, заразиться коронавирусом в метро могут 2 миллиона человек. Главное, чтобы поток кэша не терялся. Прокуратура Киева открыла дело из-за сокрытия клиникой больного коронавирусом. Прокуратура города Киева инициировала досудебные расследования в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили в государственные органы Украины о пациенте больном коронавирусом. Об этом и информирует пресс-служба прокуратуры. В прокуратуре отмечают, что, согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Результат оказался положительным, но Центр не сообщил о положительном тесте пациента Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья. Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины. Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний, отравлений и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, говорится в сообщении. Тем временем в Китае за умышленное сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного может быть предусмотрена смертная казнь. Об этом говорится в заявлении китайского суда, опубликованном 15 февраля. Утаивание истории своих путешествий также может считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему, либо пожизненному тюремному заключению, или к смертной казни. По состоянию на 20 марта в Украине 26 больных коронавирусом. Полицейские составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение правил карантина в Украине из-за коронавируса. Напомним, что ранее власти Киева озвучили первые убытки от коронавируса. Пока речь идет о финансовых потерях из-за принятого Верховной Радой закона. Косвенные убытки пока неизвестны. Также сообщается, что по Киеву начали ездить авто с громкоговорителями. Жители города просят не выходить на улицу без особой необходимости и не посещать людные места. В Харькове местные жители заблокировали движение трамваев. Таким образом, они выразили протест против ограничительных карантинных мер в общественном транспорте. В одном из трамваев разбили лобовое стекло. В Донецкой области в городе Покровск отменили все маршрутки. В мэрии заявили, что 80% водителей не дезинфицируют свои транспортные средства. В Мукачево в рамках противодействия распространению коронавируса усилили карантин. Там приостанавливает работу общественный транспорт и ТРЦ. А въезд в центр города на выходных будет запрещен. В Житомире на время действия карантина отменили льгодный проезд в общественном транспорте. Местные власти Днепропетровской области приняли решение ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации. Напомним, что вчера там было подтверждено два случая инфицирования коронавирусом. В УГА пояснили, что это решение принято в связи с необходимостью наладить работу штаба. А для граждан дополнительных ограничений оно не несет. Мэр столицы сообщил, что на данный момент на коронавирус проверили 291 киевлянина. «Мы не знаем, сколько среди нас инфицированных людей. Они могут не заболеть, но переносить инфекцию», – отметил он. Также, по его словам, все семейные врачи и скорые помощи обеспечены тестами на COVID-19. Их по необходимости медработники смогут делать на дому. Кроме того, с сегодняшнего дня в Киеве увеличилось количество общественного транспорта на маршрутах. В Киев поступили 62 тысячи медицинских масок. На следующей неделе мы рассчитываем получить еще более 100 тысяч масок, изготовленных на украинских предприятиях. Их шьют сейчас. Еще 100 тысяч масок городу передал социально ответственный бизнес. «Также мы заказали дополнительно маски за рубежом», – заявил Кличком. Кравчук Зеленскому нужно сажать коррупционеров, называя конкретные фамилии. «Граждане Украины в 2019 году избрали президентом Владимира Зеленского и переизбрали Верховную Раду, потому что не хотели изменений в стране, а также правовой ответственности для коррупционеров. Но пока особых результатов у новой власти нет», – считает первый президент Украины Леонид Кравчук. «Украинцы хотят, чтобы коррупционеры начали нести ответственность за преступления, и именно с этим было связано их желание сменить власть в стране в 2019 году». Такое мнение высказал бывший президент Украины Леонид Кравчук. «Чего же ждет народ? Прежде всего, чтобы в Украине был демократический порядок, чтобы каждый чиновник за невыполнение закона нес ответственность, чтобы все, кто стал причиной такой ситуации, особенно коррупционеры, и те, кто создал коррупционную пирамиду, были обязательно наказаны». «Люди не слышат объяснений им безразлично, как распределены полномочия между чиновниками, между антикоррупционными органами и так далее, на каких шестах сидят куры и петух, главное, чтобы петух выполнял свою роль и пел, а куры несли яйца», – отметил экс-президент. «По его мнение, люди хотят, чтобы в этом вопросе власти действовали решительно и эффективно. Люди выбрали президента и Верховную Раду, и они хотят, чтобы власть действовала, действовала решительно и эффективно. И долго ждать они не будут. Действовать нужно немедленно. Не прибегая к эпитетам, пришла весна и нужно уже сажать. Что сажать? Картошку или деревья? Нужно сажать коррупционеров, называя конкретные фамилии. «Люди убеждены, что именно с этой целью в Украине сменилась власть», – написал Кравчук. Он отметил, что за последнее время в Украине сменилось правительство и руководство Офиса Генпрокурора. Но конкретных результатов их работы нет. Президент, Верховная Рада Украины стремятся совершенствовать управление государством. В отставку отправлено правительство Гончарука. Снят с должности генеральный прокурор. Происходит ротация чиновников на местах. И главное – это результаты, а их пока что нет. «Значит, президент, все областные вертикали должны действовать более решительно. Повышать ответственность должностных лиц всех уровней за порученное дело», – подчеркнул Кравчук. Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Одним из лозунгов его предвыборной кампании было «Весна придет, сажать будем». Во время пресс-марафона в октябре глава государства рассказал, что ожидал привлечения к ответственности коррупционеров сразу же после его вступления в должность. Но потом узнал, что президент не может вмешиваться в работу правоохранительных органов. В начале марта 2020 года во время рассмотрения вопроса об отставке правительства Зеленский раскритиковал работу правоохранительных органов. «Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь. Он должен напоминать вам, что на дворе уже весна. Второй – это уголовный кодекс. Есть подозрения, что у некоторых его нет», – заявил президент. Продолжение следует... Продолжение следует...